Здравствуйте. Вот каждый год, когда декабрь приближается, я вспоминаю об одном из самых загадочных скелетов в шкафах Белого Дома, в шкафах Большой Американской Политики. И речь идёт о 7 декабря 1941 года, о нападении японского флота, японской авиации с японского кораблей на Пёрл-Харбор, на базу американского флота на Гавайских островах. Вот как это так произошло, там полно секретного всего, полно непонятного. В первый год, в 1941-1942 году, всем было понятно, что это виноват командующий флотом Тихоокеанский, как мы его обычно называем Киммель. Американцы как-то по-другому называют Киммел, ну что-то похоже на Кеммел, на верблюд, но не верблюд это точно. Сейчас жив его внук, уже вполне себе немолодой мужчина, вот не так давно он сделал двухсерийный сериал, ну по его, с его участием был двухсерийный сериал, который в очередной раз реабилитирует его деда. Дед действительно тут был ни при чём, на самом деле. Деду его не сообщали, адмиралу, не сообщали многих очень важных разведательных данных. То есть реально американское правительство, американская разведка, американское военное командование знали, что японцы готовят такое нападение. Даже знали время этого нападения, в общем-то говоря, достаточно точно. Но его они не оповестили. То есть сделали, понимаете, если бы они его оповестили, то он мог бы, в принципе говоря, предотвратить это нападение. Атаковать японский флот, ну сделать его очень, уничтожить этот флот в конце концов, да, понимаете. То есть нанести сразу Японии поражение, которое сделало бы войну невозможной. И войны бы не было. Дело в том, что по непонятной причине, ну вроде как непонятной причине, американское руководство очень хотело вступление Соединённых Штатов во Вторую мировую войну. Ну понятно, что у них самый близкий союзник был Великобритания. К Великобритании добавился Советский Союз. И уже летом 41-го года Москву посетила, значит, миссия американская, когда они, значит, переговоры со Сталином вели, спрашивали, что же ему нужно поставить, какие военные материалы, оборудование, да, необходимы сейчас. И предложили ему список, вот что можем поставить. И первое, что он запросил, колючую проволоку, да. Ну колючая проволока, естественно, при тогдашних сумасшедших темпах немецкого наступления нужна была не для оппозиционной войны, а для конституционных лагерей, значит, чтобы их укрепить, колючей проволокой, чтобы уменьшить их состав, так сказать, караульный. Вот, вот для чего. Вот, видите, какие вот были ужасы. И Америка их поставляла, да, колючую проволоку. Ладно, это впечатляет, конечно, но тем не менее я не об этом. Уже где-то после войны, да, много комиссий работал, комиссией за комиссией этим делом занимались. Очень была такая комиссия, в которую входил Уоррен, знаменитейший человек, прославившийся в 63-м году, 1900, когда он возглавил комиссию по расследованию убийства Джона Кеннеди. О, это очень важная вещь. И там всегда надо было вот замять, как-то вот скомкать. На токийском процессе над японскими военными преступниками, значит, сообщали свидетели о том, что на самом деле американское правительство знало о нападении Японии на Перхарбор. Вообще, несколько позже, где-то на стыке 50-х и 40-х годов, когда в Америке, значит, бушевал, так сказать, маккартизм, так называемый. Это Маккарти был такой сенатор, который ужасно, мощно вел борьбу с коммунизмом внутри Соединенных Штатов. Вот. И этот самый Маккарти указывал, простите, а президент Рузвельт-то, он не на Москву ли работал, товарищи, господа американцы? Не на Москву ли он работал? Когда он об этом заикнулся, его поставили очень быстро на место. Не дали ему развить эту тему. Не давали развивать. Загадочным образом гибли свидетели. Вот, например, один важный свидетель переправлялся на пароме, на автомобильном пароме через, вот, в Нью-Йорке, да, знаете, там есть, значит, на пароме приходится переправляться. И вдруг двигатель автомобиля включился, и он упал в воду, и утонул. Вот так вот. Вдруг, неожиданно, ни с того, ни с сего, так и не смог дать показаний, очень важных о том, что американское правительство знало об этом. Значит, родственники Киммеля, ну, добились, в общем, того, что его, ну, как бы сказать, реабилитировали, да, он выступал, соответственно, речью, на слушаниях в Конгрессе, и стало понятно, что он, в общем-то говоря, ни в чем не виноват. Реально, ни в чем не виноват, и регулярно обращают, а еще вот его, он же был пятизвездным адмиралом, то есть, по-нашему, как у нас это, ну, вот у нас пять звездочек на сухопутных войсках генерал-армии, да, вот, он был пятизвездным адмиралом. Мы его разразовали в однозвездного сразу, резко, по-моему, в однозвездного. Вот, ну, и как быть-то? Говорят, давайте восстановим его, он же ни в чем не виноват, его же подставили, как говорится. И вот к каждому новому президенту его родственники обращаются, значит, запросом, и вот очень интересный ответ, который они получили от администрации одного из президентов, кажется, от Буша, какого, не помню. А вы знаете, не нужно, вот сейчас бы мы, если мы его, так сказать, восстановили, бы окончательно реабилитировали полностью, вашему деду уже все равно, он умер. А вот это бы разрушило тот покров, который вот за эти вот 70 лет сформировался над вот этими событиями 41-го года. Покров, который сформировался в 70 лет. Вот такие дела. Покров. Ну, действительно, в общем-то говоря, эта война была выгодна, необходима Японии с Соединенными Штатами, в том числе для того, чтобы оттянуть Японию от желания напасть на Советский Союз. Есть такие оптимисты, интернет-таки оптимисты. Да что, Япония нам боялась, она не могла на нас напасть. Ну, как не могла, когда она боялась? В 39-м году, в 40-м, может быть. Но в 41-м, в декабре, когда вопрос стоял, удержим мы Москву или не удержим, да, когда бросали в бой последние резервы, а бросали их в бой потому, что от советской разведки получили информацию, что японцы готовят нападение на Америку, на Перхарбор. Вот, да, потому что Америка очень сильно прижала Японию к стенке, значит, она прекратила поставки нефти и металлолома. И поэтому Япония, ну, в общем-то говоря, понимаете, без нефти и металла, ну, какая там война, простите меня, современная могла быть в 40-е годы? Никакой. Вот, ну, и вот им, значит, надо было захватить Южную Азию, чтобы восстановить свои боевые возможности. Ну, вот такие вот дела. Да, у Орена я сказал. Вот вторая история, тоже ещё такой скелетик в шкафу, это история с покушением, с убийством, почему покушением, удавшимся покушением на Джона Кеннеди. В 1963 году в Далласе его застрелил, по официальной версии, убийца-одиночка, в общем-то, психопат неуравновешенный, Ли Харви Освальд, молодой человек ещё. Вот, вот взял и застрелил, вот захотел и застрелил. Вот, в этом всегда много сомнений было. И вот я ещё свои пять копеек, как говорит мой режиссёр, сюда вставлю в эти сомнения. Видите ли, в чём дело? Вот у Орена, он мастер по замазыванию, да? А комиссия сразу отвергла мысль о том, что тут каким-то образом причастен Советский Союз. Советский Союз тут не причастен, говорили они. Ну и что, что Ли Харви Освальд долго жил в Советском Союзе? Ну и что, что он встречался, незадолго до покушения встречался с советскими представителями в Мехико, да? Ну и что? Советский Союз не отрицал этих встреч, да? Ну просто он не всё знал, что знала американская разведка. Сейчас-то мы слишком много уже об этом знаем. Мы знаем, например, что американская разведка прослушивала телефоны Советского посольства в Мехико. Она за всеми, так сказать, точками Советского посольства, то есть посольства, консульства, постоянно следила, все, кто входит и выходит, их фотографировали, определяли личность. И вот в тот день, когда звонил Освальд при просьбе о принятии, его приняли в Советском посольстве, вот эту психопату Освальда, он не входил ни в консульство, ни в посольство. То есть его приняли, простите, на конспиративной квартире. Зачем психопата принимать на конспиративной квартире? Ну вот по официальной, так сказать, версии советской, его принимали, да, вот в консульстве. Хоть был выходной день, по-моему, в тот день, но его приняли. Он такой был придурок, придурок, всё, с револьвером бегал. Мы у него хоть патроны из револьвера вынули. Вот такие вот рассказы там ведутся. Ну вот, вот такая вот печальная история. Видите, вот ещё один скелетик в американском шкафу. Ну, я вам больше скажу. После войны заработал, так называемый, проект Венона. Я уж про него устал повторять. Это проект расшифровки, шифровок советского посольства, советской резидентуры в Москву. За время Великой Отечественной войны и сразу после. Дело в том, что шифровальные таблицы иногда по несколько раз использовали. Это позволяло, в принципе, при большом ресурсе машинного времени расшифровать, найти совпадение, расшифровать эти шифрограммы. И их расшифровали. Для этого потребовались десятки лет машинного времени. Ну, это сумасшедшая задача. Но она была частично решена, пока в конце концов не прекратили этот проект Венона, потому что там такие люди всплывали. Может быть, они как раз всплыл-то, что президент американский того времени был как бы не агентом Москвы. И правда, может быть, что... Помните, такая история была, про неё иногда рассказывают. Значит, у Молотова была жена, а у жены был брат. А брат жил в Нью-Йорке. Он был еврей. Он жил в Нью-Йорке. Вот. И он пообещал передать взятку в миллион долларов американскому президенту, Франклину Долану Рузвельту, с тем, чтобы он передал секретные чертежи. И вроде как этому брату уже передали полмиллиона, ну и как вскрыли, что брат их водит за нос. И всё на этом деле закончилось. А может, всё-таки передали? Ведь закончилось тем, что ни Молотова не наказали за это, ни его жену за это не наказали. Представляете, полмиллиона украли, да? В наглую. Ничего не было. Может быть, и не украли, может, и правда передали. Кто его знает? Вот. Вот такой вот вопросительный знак я здесь хочу поставить. Теория заговора – это любимейшая вещь. Господи, боже мой. Ну ладно, удачи вам, всех вам благ. Не забудьте нам денег посылать. Мы очень в них нуждаемся. Пожалуйста. Да, это попрошайничество. Это интернет попрошайничество. Я прошу милостыни. Да, да, да. Иначе просто у меня не будет времени, чтобы вот это делать. Я буду тратить его на зарабатывание денег. Пока.